И конкретно мы поговорим о сложностях рутинной клинической практики, о путях решений и предупреждений. Я позволю себе сконцентрировать вот в эти отведенные 20 минут ваше внимание на моем личном взгляде в контексте данной проблемы. Я не имею финансовой заинтересованности в отношении темы доклада и в качестве основных проблем обозначаю следующие опорные моменты. Организационные проблемы, которые существуют в реальной практике на уровне медицинских учреждений, субъектов – это организация лечебного процесса, лекарственное обеспечение, учёта пациентов, маршрутизация, финансирование, сопровождение пациентов, обеспечение доступа узким специалистам, интеграция узких специалистов, мультисциплинарное консилиумы, проблемы компетенции. И коллеги, анонсируя своё выступление, сразу хочу сказать, что я не буду концентрироваться на финансовых аспектах и на финансовой токсичности нашего лечения. Конечно же, надо признать, что существуют определённые коллизии нормативно-правовой и регуляторной базы, требуется гармонизация документов по очень большому и широкому спектру вопросов. Ну и, конечно же, мы будем фокусировать свой взгляд на медицинских аспектах работы с пациентами, страдающими раком мочевого пузыря. Поговорим об объективных сложностях принятия решений, о том, что эти конфигурации принятия решений действительно очень усложняются. С каждым годом мы поговорим об абсолютных противопоказаниях к определённым методам лечения, о том, что на наше решение влияет совокупность относительных противопоказаний к определённым методам лечения. Мы учитываем в своей работе высокий индекс коморбидности, орфанные необычные ситуации, эксклюзивные и высокие риски оцениваем лекарственного взаимодействия. И, конечно же, мы при всей этой мощной работе не должны забывать об правильной интерпретации и критическом осмыслении результатов клинических исследований, которые ложатся в основу той доказательной базы и в основу клинических рекомендаций, с помощью которых мы реализуем свою клиническую практику. Алгоритм, хорошо вам известный, который действительно пересекается с зарубежными клиническими рекомендациями, очень чётко переформатировал наше сознание. И мы с вами знаем о том, что лечение распространённой уроталиальной карциномы первая линия предусматривает разделение пациентов на группу больных, которые не способны перенести или способны перенести цисплатин, содержащие комбинации, на пациентов, которые способны перенести только карбоплатин, и те пациенты, которым в принципе препараты платины противопоказаны. Но, коллеги, основной стратификационный момент, инструмент, который чётко совершенно мы с вами уловили и не видим свою рутинную работу без, так скажем, использования этого инструмента, это инструмент, основанный на консенсусном определении группы пациентов, страдающих эндостатической уроталиальной карциномой, которым не подходит цисплатин, содержащий химиотерапию. То есть те пациенты, которые не могут перенести данное лечение, мы знаем, это критерии Гальски, включающие индекс Корновского, варьирующий от 60 до 70%, уровень клиренса креатиня на менее 60 мл в минуту, снижение слуха, более второй степени по сети СИАЕ, периферическую поле наэропатию, второй и более степени наличия сердечной достаточности, третьего функционального класса. Конечно же, мы ориентируемся с вами на проблемы полипрагмазии, мы боимся перегрузки объемом и боимся нестандартных ситуаций, например, ситуации негативного лекарственного взаимодействия при реализации сопроводительной терапии. Но вот панель экспертов, которые участвуют в написании российских рекомендаций Ассоциации онкологов России, в качестве таких опорных пунктов, указывающих на противопоказания карбоплотину, обозначает, что вот в основу их взгляда, тех критериев, которые являются противопоказанием карбоплотину, легло рандомизированное исследование RTC 30986, включающие низкий соматический статус ЭКОК более 2, скорость клубочковой фильтрации менее 30 мл в минуту, или комбинация соматического статуса ЭКОК-2 и скорость клубочковой фильтрации менее 60 мл в минуту, так как прогнозы этой популяции пациентов плохой, независимо от проведения химиотерапии на основе препаратов Платина и без них. Давайте попытаемся разобраться, всегда ли мы с вами в рамках действующего законодательства принимаем решения на основе критерий в Гальске и на основе пункта, обозначенного в клинических рекомендациях. Коллеги, давайте не будем забывать о том, что у нас есть приказ Минздрава Российской Федерации, номер 203 об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи, и приказ Минздрава Российской Федерации, номер 1094 об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, согласно которым назначение лекарственных препаратов осуществляется с учетом инструкций по медицинскому применению, возраста пациента, полу, пациента тяжести заболевания, наличия осложнения основного заболевания и сопутствующих болезней. И вот вашему вниманию предоставляются две инструкции к цис-плотину и к карбоплотину. Поиграем в детскую игру, найдите отличия. Давайте их поищем. Указочка работает? Нет? Значит, будем на словах обозначать. Итак, цис-плотин. Я совершенно рандомно взяла первую попавшуюся инструкцию с сайта ГРЛС, и мы видим, что противопоказания помимо беременности, лактации, непереносимости, это стандартные отряды, которые существуют во всех инструкциях. Препарат цис-плотин противопоказан при нарушении функции почек, при клиренсе креатинина менее 60 мл в минуту, выраженном угнетении костно-мозгового кроветворения, нарушении слуха, дегидратации, внимание, одновременном применении фенитаина в целях профилактики судорог, это вынесено не в межлекарственное взаимодействие, а в инструкцию, в графу противопоказаний, и вакцинации живыми противовирусными вакцинами, в том числе вакцины от желтой лихорадки. Фантастично. Обратим свое внимание на карбоплотин, на инструкцию к препарату карбоплотин. Выраженные нарушения функции почек, клиренс, креатинина равен или ниже 15 мл в минуту, кровоточащие опухоли. Вот этот пункт у меня вызывает больше всего вопросов, потому что 50% наших пациентов с раком мочевого пузыря в той или иной мере имеют микро- или макрогематурию. Далее это выраженная мелосупрессия, ну и опустим с вами беременность, детский возраст и лактацию. Коллеги, на этом мои фантазии не закончились. Мне стало интересно, неужели все так плохо с карбоплотином? Мы как раз таки стараемся данный препарат чаще всего применить у коморбидных пациентов. И в том числе у тех пациентов, тяжесть которых обусловлены не только сопутствующие патологии, но и комплексы симптомов, осложняющих течение основного заболевания. И вот здесь случилась совершенно потрясающая история. Оказывается, на сайте ГРЛС в настоящий момент вы можете найти 9 инструкций. Так вот, в 5 из 9 инструкций по медицинскому применению этого волшебного лекарственного препарата в 3 инструкциях указано не кровоточащая опухоль, а обильное кровотечение. Понятно, скорее всего имеет место нюанс перевода, потому что еще 2 инструкции из 5 в качестве формулировки вместо кровоточащей опухоли имеют следующий фразеологизм – тяжелые кровотечения. Ну, скорее всего, нюансы перевода – обильное кровотечение и тяжелые кровотечения. Но мне стало немножечко легче, потому что действительно мы получили некое легитимное разрешение для тех пациентов, имеющих клинически незначимое кровотечение, или те кровотечения, которые сейчас не вызовут фатальных каких-то осложнений. Но мы понимаем, что если оставим нашего пациента без спецлечения, мы можем его потерять. Поэтому, коллеги, делаем выводы о том, что необходимо сверять ваше назначение с тем лекарственным препаратом, которое вы вскрываете, извлекаете из вскрытой коробочки вместе с инструкцией. Надо сопоставить и еще раз перечитать ту инструкцию, которую вы извлекаете из этой коробочки, и посмотреть, не будет ли там какой-то, так скажем, тайной или сюрпризной, несущей какие-то сюрпризы информации в структуре формулировки инструкции. На самом деле эта веселая история не заканчивается, потому что давайте обратим свой взор на еще две инструкции, уже к цисплатину, две из шести инструкции. Ну, назову препарат цисплатин-килун-казфарм. Между прочим, инструкция к этому лекарственному препарату отличается перечнем показаний. И здесь мы видим, помимо беременности, нарушения слуха, кормления грудью, выраженного угнетения костно-мозгового кроветворения, нарушения функции почек, кстати, посмотрите, пожалуйста, нарушение функции почек обозначается в виде уровня креатинина в сыворотке более 15 микромоль на литр. Разница есть. Не клиренс креатинина указывается, да, а уровень креатинина. И здесь отсутствуют живые вакцины, в том числе в желтой лихорадке, да, и здесь отсутствует препарат фенитаин. То есть мы видим, что отличается не только перечень показаний, но и формулировки. Ну и самая древняя инструкция – это регистрация препарата, которая получила разрешение в далеком 2001 году. Тут вообще все как будто бы, так сказать, совершенно новая информация. Угнетение костно-мозгового кроветворения, сердечная недостаточность, генерализованной инфекции, нарушение функции почек, опять уровень креатинина в сыворотке более 115 микромоль на литр. Безусловно, коллеги, вот существующие коллизии, они не дают нам уверенности и без того, так скажем, уязвимых условиях, да, в которых мы вынуждены работать. В пункте 1 и пункте 2 ст. 67 Федерального закона об обращении лекарственных средств указано, что информация о лекарственном препарате может содержаться в специализированных изданиях, инструкциях по применению лекарственных препаратов, в научных публикациях. Но, коллеги, не регламентировано, каким образом врач в рамках правового поля может использовать информацию, полученную в тех или иных источниках. Кроме того, согласно приказу 203 об утверждении критериев качества оказания медицинской помощи, указано, что назначение лекарственного препарата для медицинского применения должно случаться с учетом инструкции по применению. Однако, насколько непреклонно мы должны следовать этой инструкции, тоже не сказано. Ну, теперь давайте, поскольку, так сказать, у нас есть определенное размышление о том, что мы можем использовать те или иные литературные источники, мы к ним с вами и обратимся. Итак, литературный источник, замк, и несколько статей здесь серьезных работ авторов обзорных представлены в отношении цисплотина, алкилирующего агента, образующего ковалентные связи с ДНК. Дело все в том, что этот препарат, который был разработан в далеком 1978 году, продемонстрировал абсолютное отсутствие селективности, высокую системную токсичность, лекарственную устойчивость. И мы знаем, что для данного препарата характерна дозалимитирующая токсичность, виденная нефротоксичности, нейротоксичности, ототоксичности, имея лосупрессии. Но вот здесь существует, коллеги, одна очень важная особенность. Данный препарат нарушает синтез ДНК путем межнитивых сшивок ДНК, связывается с клеточными мембранами, повреждает ДНК, происходит индукция апоптозы и гибель опухолевых клеток. Но что интересно, всего лишь 5-10% внутриклеточной концентрации цисплотина связано с фракцией ДНК. Все остальное уходит в связывание с нуклеофильными участками внутриклеточных компонентов, обрывок каких-то, так скажем, остатков молекулы ДНК. И вот это предпочтительное связывание с мишенями, которые не относятся к ДНК и объясняет устойчивость к цисплотину и его быструю реакцию при очень бурно пролиферирующих опухолевых клетках. Это информация к размышлению. Понятно, что существует еще ряд механизмов, которые обуславливают, так скажем, его патогенетическое воздействие это изменение пашцитоплазмы, нарушение транскрипции и изменение метаболизма опухолевых клеток. Так вот, карбоплатин идеологически создавался с той целью, чтобы устранить все недостатки цисплотина, сделать этот препарат более, так скажем, доступным, биодоступным и с минимизированными свойствами, нежелательными явлениями. Действительно, для данного препарата характерна более низкая скорость гидротации, высокой биобезопасность, значительные сниженные системные токсичности, включая гептотоксичность, нефротоксичность, нейротоксичность и ототоксичность. И вот она, та доказательная база очень трепетного отношения онкарологического сообщества к цисплотину против карбоплотина. Итак, самая первая работа, написанная нашими, опубликованная в далеком 1996 году итальянскими коллегами, которые сравнили 28 человек, получавших схему лечения МВЭК, с 27 пациентами, получавших режим МВЭКа. Авторы пришли к выводу о том, что режим, включавший карбоплотин, был ассоциирован с более низким уровнем гастроэнтостинальной токсичности, ринальной токсичности, нейрологической токсичности и отологической токсичности. Но дело все в том, что маленькая выборка не позволила сделать финальных данных об истинном влиянии на продолжительность жизни пациента. Да, наши уважаемые итальянские коллеги зафиксировали общий ответ, который был продемонстрирован в группе пациентов, получавших химиотерапию, включавшую цисплотин 71% против 41%, но авторы также делают в финале выводы о том, что надо проводить ратомизированные исследования третьей фазы для того, чтобы сделать правильный вывод. Но посмотрите, широчайший спектр нежелательных явлений, превалирующая частота встречаемости этих нежелательных явлений в группе пациентов, получавших цисплотин против карбоплотина. Следующая работа. Недолго думали испанцы и через год, воодушевившись работы итальянских коллег, в 1997 году публикуют свое исследование, в котором сравнивают режим МВАК против МКАВИ. Обратите внимание, подавляющее, вернее, было определенное превосходство пациентов, имевших костную метастазу, ассоциированную с неблагоприятным прогнозом, в когорту пациентов, которые получали карбоплотин в этом комплексном режиме. Действительно, удалось показать статистически достоверное увеличение выживаемости тех пациентов, которые получали цисплотин, содержащий режим, коллеги, на минуточку, выборка 24 против 23. Серьезно? На мой взгляд, не очень. Спектр токсичности также был крайне разнообразен, и мы видим вот те нежелательные явления, которые перечислены в данной таблице, чаще встречались в когорте пациентов, получавших цисплотин с более высокой частотой и с, так скажем, более широкой палитрой нежелательных явлений. Авторы также делают выводы о том, что требуется более, так скажем, усовершенствованное исследование для того, чтобы сделать окончательный вывод о влиянии цисплотина и карбоплотина на выживаемость пациентов. Следующая работа была датирована, была опубликована чуть позже, и здесь авторы, на мой взгляд, не совсем этично сравнивают совершенно противоположные режимы квадриплет против дуплета, в состав которого входит карбоплотин и паклитоксел. По факту мы понимаем, что наличие большего количества комбинаторных партнеров чисто логически приводит на смысл о том, что именно в этом сложнейшем режиме квадриплетном, скорее всего, мы будем ожидать большую эффективность цисплотина. Но на самом деле авторы не выявляют пользу от цисплотина в отношении показателя общей выживаемости, и вопрос остается открытым. Мы также видим более высокую частоту встречаемости и палитру спектра нежелательных явлений в когорте больных, получавших квадриплет против дуплета. И на самом деле, поскольку вопрос не находит своего разрешения, действительно предпринимаются попытки организовать несколько рандомизированных исследований. Вот очередная попытка от Даглиоти, известная достаточно статья, которая не имеет открытого доступа в интернете эмбарго, опубликовали результаты рандомизированного исследования второй фазы, целью которого являлась демонстрация снижения токсичности как минимум на 25% в группе пациентов, получавших гемцитабин с карбоплотином. Ну и действительно, авторы показали, что общий ответ был чуть больше у пациентов, которые получали гемцитабин с цисплотином, 49,1% против 40% получавших гемцитабин с карбоплотином. Медиана времени до прогрессирования составила 8,3% против 7,7%. На самом деле, очень смешная дельта. И медиана выживаемости составила в группе цисплотин, содержащего режимы 12,8% против 9,8% месяцев. Очень небольшая выборка. Формально не исследована была польза в отношении общей выживаемости, но были представлены данные о выживаемости. Наблюдалось смещение кривых выживаемости, поскольку исключались пациенты из анализа общей выживаемости, которые прекратили лечение из-за нежелательных явлений. Ну и также авторы резюмируют сведения о том, что имеется сравнительно приемлемый профиль токсичности, характерный для гемцитабина с карбоплотином. Гальский предпринимает попытку чуть позже объединить все четыре исследования рандомизированных и сделать метаанализ, но, увы, ему не удается оценить влияние улучшения ответа именно при использовании цисплотина на точке выживаемости. Химиотерапия на основе цисплотина не дает существенного преимущества в отношении выживаемости. И, исходя вот из этой базы, мы можем сделать выводы о том, что вот существующая платформа доказательная, она основана, увы, коллеги на исследованиях, продемонстрировавших неубедительные результаты в небольших популяциях. Причем эти исследования практически реализовывались около трех десятков лет назад. Два исследования более десяти лет назад. И вот насколько применимо экстраполировать эти давно полученные данные на современную популяцию пациентов, очень большой вопрос. Предпочтения в пользу цисплотина базируются на исследованиях, в которых сравнивалась частота ответа. При более высокой токсичности цисплотина, в отсутствии доказанных преимуществ общей выживаемости, косвенные сравнения групп химиотерапии в различных исследованиях имели место. Различие в популяциях пациентов также, мы знаем, присутствовало, поскольку действительно, чисто интуитивно, мы всегда над цисплотин подбираем пациентов более сохранных, пациентов способных перенести большой объем, так скажем, сопроводительной терапии, большой объем гидротации и, в принципе, способных перенести более агрессивное лечение. Более эффективные варианты лечения второй линии могут ослабить предполагаемые преимущества схемы на основе цисплотина, ну и, конечно, существующие рандомизированные исследования являются неоптимальными и устаревшими. И, собственно говоря, вот все это послужило определенной подоплекой к проведению исследования когортного в Голландии, исследования, в котором изучались пациенты фактически из реальной клинической практики, баз данных реальной клинической практики, в которых, собственно говоря, пациентам назначался карбоплотин и цисплотин, и осуществлялось сравнение безопасности и эффективности терапии. Так вот, пациенты, и авторы об этом действительно акцентируют наше внимание на этом, пациенты, получавшие цисплотин, были моложе, имели меньше сопутствующих заболеваний, лучшую работоспособность и функцию почек. Но вот различия между цисплотином и карбоплотином в отношении общей выживаемости были незначительными, и скорректированные различия используются различные статистические инструменты для нивелирования всевозможных сдвигов, и скорректированные различия между группами цисплотина и карбоплотина составили менее двух месяцев и не были статистически значимыми. На самом деле вопрос открыт, и действительно он должен обсуждаться, дискутироваться, и, возможно, послужит определенной платформой для инициации крупномасштабного рандомизированного исследования. Но так ли это нам важно на современном этапе, коллеги, поскольку мы уже существуем в реалиях поддерживающей терапии после первой линии на основании успешного позитивного исследования третьей фазы Дживелин Бладер 100, в котором сравнивалась эффективность и безопасность авилумаба против сопроводительной терапии. И мы с вами помним о том, что в общей популяции медиан общей выживаемости у пациентов от начала первой линии химиотерапии составило 29,7 месяцев в группе авилумаба и 20,5 месяцев в группе контроля. Мы видим, что по всем конечным, все конечные точки фактически оказались достигнуты. Авилумаб в поддерживающем режиме показал достоверное преимущество по эффективности по выживаемости без прогрессирования, по общей выживаемости по сравнению с сопроводительной терапией, приемлемый профиль безопасности. Он зарегистрирован в России, мы уже имеем опыт, он формируется, но что делать при прогрессии? Открытый вопрос. И действительно, подгрупповой анализ, в котором изучался алгоритм принятия решений и назначения лекарственных препаратов в случае прогрессии на авилумабе, продемонстрировал, но действительно, наши реальные опасения. Касающиеся скромного очень опыта использования в GFR ингибитор, понятно, препарат малодоступен сейчас в мире, тем более в Российской Федерации пока еще после регистрации очень малодоступен. Мы видим весьма скромные попытки реализовать анти-ПД, анти-ПДЛ1 терапию ингибиторами иммунных контрольных точек. Ну и в подавляющем большинстве случаев, фактически они по некоторым позициям выходят вровень, но у тех пациентов, которые получали поддерживающую терапию авилумабом, чаще всего назначали другие режимы. И, скорее всего, это были цитостатические режимы. Поэтому вот следующий шаг, что мы будем делать с пациентом, который дает прогрессию на фоне поддерживающей терапии авилумабом, скорее всего, нам придется проводить его через цитостатические агенты. Коллеги, еще одна очень болезненная, на мой взгляд, тема – это тема местоположения ингибиторов иммунных контрольных точек. Понятно, что те пациенты, которым противопоказаны препараты платины, им ничего не остается, кроме как офф-лейбл назначать паклитоксил, доцитоксил или гемцитабин в монорежиме, либо пытаться применить ингибиторы иммунных контрольных точек, потому что действительно в опорных исследованиях второй фазы эти препараты показали себя не хуже, чем, так скажем, поддерживающее лечение. Прошу прощения, лучше поддерживающей терапии, но также есть доказательная база, присутствует относительно того, что ингибиторы иммунных контрольных точек продемонстрировали не худшую эффективность при использовании цитостатических агентов. Поэтому вопрос существования этой группы препаратов у тех пациентов, которым противопоказан цисплатин, но эти пациенты могут реализовать карбоплатин, и убедившись, что эти пациенты имеют зарегистрированный уровень экспрессии определенной панелью, для отеза лизумаба ЭТСП-142 более 5%, для пембра лизумаба панелью Даклинк-22С3 равной или более 10% в PDL-экспрессе, вызывает определенные вопросы. Я объясню, почему. Действительно, на АСКО-ЖИЮ были представлены результаты исследования ЭМПАУР-130, в котором показано отсутствие влияния при сравнении рукава Б той когорты пациентов, получавших отеза лизумаб в монорежиме против группы пациентов, получавших плацебо плюс платиновый дуплет. Мы видим, что подобная концепция, увы, не реализовалась в увеличении общей выживаемости, отношении рисков 0,98 и верхняя граница доверительного интервала 1,16. Но что вот обращает на себя особое внимание? Посмотрите, группа Б против группы С. В группе Б пациенты получали отеза лизумаб. Общий ответ был в два раза ниже в когорте пациентов, у которых изучался общий ответ, и он составил 44,4, то есть фактически в два раза. И по идее, кто как не те пациенты, которые имели экспрессию, PDL-экспрессию, должны были показать особый уровень эффективности отеза лизумаба в монорежиме. Но мы видим, что в рукаве Б пациентов, которые получали отеза лизумаб, общий ответ, частота общего ответа составила 40% против группы химиотерапии платиновым дуплетом, всего лишь 8% разница. В этой когорте частота объективных ответов 32%. Но что интересно, прогрессирование как наилучший ответ, обратите, пожалуйста, внимание, встречалось фактически чуть меньше, чем в три раза чаще в когорте пациентов, получавших отеза лизумаб в монорежиме против комбинированной химиотерапии. И в том числе, что вот я для себя, честно говоря, не нахожу объяснения, те пациенты, которые не подходили для химиотерапии с исплатином, но имели ПДЛ-экспрессию, они в качестве наилучшего ответа в когорте пациентов, именно получавших отеза лизумаб, демонстрируют прогрессирование процесса в 28% случаев, чуть ли не в три раза больше, чем в группе тех пациентов, которые получали химиотерапию. На самом деле это очень сложно объяснить. Что еще обращает мое внимание как клинициста? Это существующий диссонанс между датой утверждения клинических рекомендаций. Мы знаем, что на сайте Ассоциации онкологов России мы можем ознакомиться с версией, датированной 2023 годом. Но ссылки на сопроводительную терапию почему-то привязаны к 2018 году. Большой вопрос. Почему? Хотя в рекомендациях русско, собственно говоря, уже имеются отсылки, датированные 2023 годом на сопроводительную терапию. Далее, что также обратило мое внимание, это несоответствие критериев качества медицинской помощи. Вы, если просматривали рекомендации от начала и до конца, спускались до списка литературы, вот перед списком литературы есть пункт критерии оценки качества медицинской помощи. Так вот, коллеги, отмечаю, абсолютное несоответствие критериев КМП клинических рекомендаций 2023 года и приказа номер 203. Понятно, приказ 203 устарел. Но 6 пунктов клинических рекомендаций против 14 пунктов приказа номер 203 вызывают очень серьезные вопросы. Мы можем, мы имеем инструменты по управлению токсичностью препаратами платины. Это ограничение до 4 циклов химиотерапии, это редукция доз препаратов использования сплит-режимов, это симптоматическое лечение гидротации. И действительно, более длительное применение цис-платин и вообще платин, содержащих комбинаторных режимов, нецелесообразно из-за рисков развития кумулятивной токсичности и отсутствия дополнительных преимуществ пациентов. Действительно, есть работы, которые подтверждают отсутствие выраженных значимых различий между определенным количеством циклов терапии 4 против 6. Мы знаем о том, что сульфат магния оказывает нефропротективное действие при назначении цис-платина. Мы знаем о том, что гидротация необходима всем пациентам для предотвращения нефротоксичности, вызванной цис-платином. Мы знаем о возможности реализации сплит-доз, когда мы раздваиваем, уменьшено, делим фактически курсовую дозу цис-платина на 2 дня. И это также привносит определенные позитивные моменты и в плане субъективной, и, так скажем, объективной переносимости в контексте корреляции с отсутствием значимых отклонений в лабораторных анализах. Возможно, использование альтернативных формул расчета скорости клубочковой фильтрации об этом не нужно забывать. Мы рассчитываем лучше всего перепроверить разными способами подсчета, но в настоящее время рекомендовано определять именно скорость клубочковой фильтрации. Формула, которую можно воспользоваться, она каждому доступна в интернете, поскольку действительно позволяет учесть приведенные к нормальной площади поверхности тела показатели. Ну и, коллеги, завершая свое выступление, хочу сказать о том, что архитектура принятия решений существенно усложняется. Главное не повторить написанное, а понимать основу каждой конкретной рекомендации, ее доказательную базу. Мультидисциплинарный консилиум с возможностью привлечения узких специалистов и клинических фармакологов, на мой взгляд, это базис нашей работы. Мы должны критически осмысливать результаты клинических исследований. На мой взгляд, очень важно и полезно на уровне государства исключать и профессиональных сообществ из клинических рекомендаций, может быть, даже из инструкции по медицинскому применению лекарственных препаратов с отозванными показаниями с сомнительной эффективностью. Мы должны переосмыслить местоположение карбоплотин, содержащего дуплета в первой линии терапии рака мочевого пузыря. Активность практикующих врачей формирования обратной связи по проектам клинических рекомендациях, мне кажется, также должна быть основой нашего взаимодействия. Индивидуальный взвешенный рациональный подход к трудному пациенту всегда позволяет обеспечить формирование оптимальной лечебной стратегии, особенности планирования лечения у таких пациентов, выполнения этих стратегий у трудных больных. Они, собственно говоря, должны прорабатываться мультидисциплинарной командой. Ну и поскольку клинические рекомендации в контексте рака мочевого пузыря содержат в себе определенный перечень препаратов за рамками зарегистрированных показаний, на мой взгляд, в Российской Федерации очень важно законодательное, быстрейшее разрешение этого вопроса использования лекарственных препаратов вне инструкции у взрослых онкологических пациентов. Я благодарю вас за внимание и за ваше терпение. Ильяна Владимировна, большое спасибо за столь объебничий и полноценный доклад. Очень мы воодушевлены вашим. Вот, конечно, с инструкциями я, знаете, натолкнулся на мысль, это как с переписанными методической рекомендацией по новой коронавирусной инфекции. Мы постоянно с вами получали раз в три месяца новые рекомендации и каждый раз нас говорили, что вы делаете неправильно. Получается в инструкции то же самое. А это хорошо, если в клинике закупают один препарат, а если их пять наименований? И как врачу-химиотерапевту варьировать это? А еще вопрос в том, что, а если это централизованная раздача химиопрепаратов, какой препарат тебе налили в этот флакончик? Вот это как раз-таки мотивационный способ заставить специалистов читать помимо клинических рекомендаций инструкции по медицинскому применению лекарственных препаратов. То, что мы с вами делаем, не столь часто. Полностью с вами согласен. Уважаемые коллеги, вопросы? Разрешите, прошу прощения. Елена Владимировна, большущий восторг от вашего доклада. Это всегда ваш доклад как маленький такой шедевр, потому что вы и творчески, и всеобъемлюще к нему подходите. Затронули такой интересный аспект при сравнении терапии цисплотина и карбоплотина. И привели, к примеру, последнее нидерландское исследование, по-моему, датировано 22-м годом, когда они сопоставляют цисплотин и карбоплотин. И они ввели такой новый статистический критерий, когда они сопоставляют именно конкретную выживаемость в определенный промежуток времени. Они сопоставили там выживаемость через 6 и 12 месяцев. И показали, что разница меньше одного месяца. Несколько японских исследований тоже, к удивлению, 22-го года, которые показывают отсутствие различий по выживаемости и выживаемости без прогрессирования при сравнении редуцированной или сплит-дозы цисплотина и доз карбоплотина. У меня возникает вопрос. Если я заведомо понимаю, что все-таки пациент больше ЭКОК статуса один, и клиренс креатинина даже при расчете по формуле CKD у него чуть больше 50, но меньше 60. И я предполагаю, что, скорее всего, этот пациент ухудшится на ожидаемых циклах химиотерапии. Так может быть, сразу начинать с карбоплотина? Да, у него клиренс креатинина больше. И ЭКОК статус позволяет, и нейропатии, и ототоксичности у него нет. Может быть, карбоплотин сразу начинать? Такой вот интересный вопрос, потому что, когда я анализировала эти исследования, я для себя не решила. Казалось бы, мы можем и цисплотин попробовать? Я думаю, что многие так и делают. То есть сразу в пользу отдают карбоплотину? Многие так и делают, да. Я поняла. Спасибо большое. Я хотела бы задать вам вопрос по поводу применения как раз-таки иммунотерапии у пациентов с метастатическим распространенным раком мочевого пузыря. У нас за последний период времени появилось несколько таких пациентов, и мы как раз столкнулись с тем, что они к нам поступают с почечной недостаточностью. И мы начали читать инструкции к препаратам и столкнулись с тем, что два препарата от Эзолизумаб и Ниволумаб, которые применяются в нашей базе, в инструкциях не имеют данного противопоказания. Мы знаем, что они все не выводятся почками, абсолютно их метаболизм с почками никак не связан. Однако препарат Пембролизумаб у нас в клинике это Пембрория, где в инструкции написано, что эффективность и безопасность не применялась у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, но в противопоказаниях вот эта строчка указана, что тяжелая почечная недостаточность является противопоказанием. И мы как раз накануне вчера вели беседу с нашими руководителями, как нам правильно оформлять документацию, если мы приступаем к инструкции к препарату. То есть вот ваш совет, что мы должны сделать? Оформить медицинский консилиум, что мы будем применять этот препарат, мы видим инструкцию, мы видим, что там написано противопоказанием, но мы хотим вводить именно его. Или все-таки не идти на такой риск и отдавать предпочтение препаратам, у которых в инструкции этого не прописано? Вот с юридических позиций, чтобы минимизировать все возможные риски, отдавать предпочтение тем инструкциям, тем препаратам, инструкции которых несут очень лояльную информацию. Мы знаем, отличия есть. Это касается ингибиторов теразинкеназных рецепторов и большого спектра иных препаратов из серии малых молекул. Смотрите, в отношении пембрории у вас четко не зафиксировано в разделе противопоказания, соответственно, почтная недостаточность. Зафиксировано. Да. У пембрории зафиксировано. Большинство препаратов содержат информацию о том, что при такой-то мазологии или при таком-то патологическом состоянии данный препарат не изучался. Да. Когда вы не нарушаете пункт противопоказаний, соответственно, вы действуете в рамках инструкции. А если у нас в наличии нет данного препарата, у нас есть только пембрория, где нам нужно приступить законно? Если вы пытаетесь заместить препарат для обеспечения непрерывности лечения, один ингибитор иммунных контрольных точек на другой ингибитор иммунных контрольных точек, легитимно это будет работать тогда, когда препарат, которым вы заменяете, имеет те же регистрационные показания по той болезни, при которой вы хотите его применить. А если он, ну это то же самое, как НИВА в почечноклеточном раке, да, в последующих линиях отсутствует препарат, а вы его, вы осуществляете замену на то, что не имеет официально регистрационного показания. Понимаете, обоснование теоретического механизма идентичности, исходя из ваших гипотетических предположений, это не есть знак равенства существующим регистрационному удостоверению. Поэтому, если перекрываются показания, это самый безопасный способ для всех. Если вы в силу каких-то особенностей, например, идете на нарушение инструкции, коллеги, на самом деле мы с вами инструкции нарушаем, прошу прощения, на каждом ходу при работе с цитостатическими агентами, только в силу того, что компания-производитель не имеет мотивационного стимула, не имеет финансового стимула проводить дополнительные исследования по изучению новых показаний. Поэтому, если вы откроете инструкцию по медицинскому применению Паклитоксил, вы очень удивитесь, познав из прочтения инструкции о том, насколько широко вы используете данный препарат вне рамок зарегистрированных показаний, не проводя врачебную комиссию. И это встречается на каждом шагу. Но если вы осознанно идете, например, препарат, который получил недавно регистрационные показания, препарат мало отработан в рутинной клинической практике, или мы понимаем, что здесь могут быть какие-то осложнения, это врачебная комиссия. Дело все в том, что действующее законодательство, оно не предлагает нам готовых алгоритмов. Готовых алгоритмов нет. Но по наитию профессиональное сообщество идет самым простым путем, это организация врачебной комиссии. И все. Иногда мы подкрепляем свое мнение, свои желания реализовать тот или иной лекарственный препарат за рамками инструкции. Это очень часто бывает в прецизионной онкологии, когда какая-нибудь редкая мутация для совершенно нетипичной локализации. Там Бира в Пресаркоме, например. Понятно, что в этой истории мы будем заручаться мнением сотрудников федерального учреждения и проводить какие-то свои локальные мероприятия, там, мунициплинарный консилиум и врачебная комиссия. Но в тех ситуациях, при которых в клинических рекомендациях прописаны даже без решеток, без звездочек, каких-то пометок, тот же режим фолферинокс для рака поджелудочной железы. Мы знаем с вами прекрасно, что оксалеплатин зарегистрирован по нескольким позициям. Колоректальный рак, рак яичников, все. Но у нас с вами рак пищевода, рак желудка, рак поджелудочной железы и масса других нозологий, включая НЭКИ, НЭО и прочее. Там, где есть упоминания в клинических рекомендациях, там, где это и есть наша рутина, и вы можете сослаться на стойкую, зрелую доказательную базу, не нужно никаких, мне кажется, лишних телодвижений осуществлять и достаточно мунициплинарного консилиума. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо.